Бажаю здоровья, шановные украинцы, украинки. Сегодня почав день. Детали положительные. В этом году наши воздушные силы станут сильнее, и это фундаментальная задача. Конкретно, это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта. Конечно, были на ставке сегодня и доклады главкома, разведки, министра обороны и других чиновников, которые отвечают за вооружение. Особое внимание нескольким направлениям, Авдеевскому и Южным. Сегодня же провел встречу с представителями наших государств-партнеров, с членами дипломатического корпуса, которые работают в Украине. Очень важно, что в нашей столице, в нашей стране продолжается нормальная дипломатическая работа, даже, можно сказать, рутинная работа между украинскими дипломатами и иностранными представителями, между нашими институциями и международными организациями. Я благодарен каждому государству, каждому лидеру, чьи представители в Украине и с Украиной. Это одно из свидетельств веры в наше государство, уважения украинского народа и доверия к нашей силе, к нашей способности достигать украинских целей. Говорили, среди прочего, о необходимости четкого и принципиального сотрудничества ради реализации формулы мира, ради большей безопасности и для Украины, и для каждой из наших стран, а также ради внутренней трансформации Украины. Мы работаем, кстати, также над тем, чтобы расширить наше представительство в мире. В прошлом году были открыты новые посольства Украины в Африке, и в целом был достигнут больший уровень взаимодействия с лидерами и странами на африканском континенте. В этом году мы планируем добавить больше активности и потенциала сотрудничества, в частности, в направлении Латинской Америки. Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально, о наших общих интересах, всех европейцев. Я благодарен тебе, Шарль, господин президент, за полную конструктивность. Я благодарен за поддержку, готовность приложить свои усилия для того, чтобы как можно быстрее защитить интересы европейской безопасности и вернуть всей ситуации сугубо правовой характер. Договариваться стоит и предложения Украины вполне конкретные. Второе. Обсудили с Шарлем, с господином президентом наши усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины, утверждения государствами-членами Евросоюза. Цель абсолютно рациональна. Уже в первые половины года, даже до июня, мы можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет. Еще одно. Сегодня отмечу сразу несколько стран за пакеты поддержки для Украины. Дания. Объявлен уже 15-й оборонный пакет. Боеприпасы, дроны, усиление наших воинов. Спасибо. Ценю, что все наши договоренности с Мэтте, госпожой премьер-министром Дании, идеально реализуются. В Великобритании. Есть объявление о подготовке пакета, и в частности, он придаст силы для отражения российских штурмов. Есть пакет от Новой Зеландии, который усилит нашу логистику, разведку и связь. А также за поддержку в тренировке наших воинов. Чем больше из Москвы раздается безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила. Только сила нашей защиты жизни, нашей способности достигать собственных целей, может вернуть Россию в состояние хотя бы частичной трезвости. Российское безумие должно проиграть эту войну. Мы сделаем все для этого. Спасибо всем, кто сражается ради Украины. Работает ради Украины. И помогает. Слава Украине! Слава Украине!